Это лучше, чем чебуреки. Друзья, если вы ищете вкусный и простой рецепт из кабачков, то вы его нашли. Просто натрите два кабачка, эти кабачки вкуснее мяса. В миску разбиваю одно куриное яичко. Добавляю хорошую такую щепотку соли. И вливаю 120 мл воды, это чуть больше, чем полстакана. Мы с вами готовим шикарное тесто для вкуснейших чебуреков. Также мне понадобится 2 чайных ложки водки. Водку добавлять не обязательно, но благодаря водке тесто получится очень-очень хрустящим и пупырчатым. Чебуреки получатся как из чебуречной. Также вливаю 2 чайных ложки растительного масла. И все хорошенько перемешаем. Все очень быстро и вкусно, как вы любите. Чтобы не потерять рецепт, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Всего для рецепта мне понадобится 350 г муки. Я беру муку и просеиваю примерно половину муки в тесто. Друзья, это очень вкусные чебуреки, поэтому я готовлю двойную порцию. Все необходимые ингредиенты вы найдете в описании под видео. Обязательно загляните. И смотрите видео до конца, чтобы не пропустить важные подробности рецепта. Перемешиваю жидкость с мукой. И просеиваю оставшуюся муку. Тесто замешиваю руками. Можно вымесить его прямо в миске. Но если вам удобнее, вы можете домесить тесто на столе. Вымешивать его нужно примерно 5 минут, чтобы ингредиенты хорошо объединились и тесто стало однородным. Посмотрите, вот такое вот мягкое тесто получилось. Стараемся не забивать его мукой, чтобы чебуреки получились очень-очень нежными. Теперь я убираю тесто в пакетик и откладываю в сторону, пусть полежит минут 15-20, пока я буду готовить начинку. Для начинки я беру кабачки. Посмотрите, у меня сегодня почти кабачковый светофор. Начинка готовится очень просто, а получается бесподобно вкусной. На терке натираем 2 или 3 небольших кабачка. Такие чебуреки можно делать абсолютно с любой начинкой. Попробуйте приготовить их с мясом, с сыром, с ветчиной, с грибами, да с чем угодно. В любом случае чебуреки получаются очень-очень вкусные. Натерли кабачки, перекладываем их в миску. Добавляю к кабачкам немного соли и перемешиваю. Теперь кабачки нужно оставить минут на 15, чтобы они постояли и пустили сок. А в это время... Нарезаю полукольцами большую репчатую луковицу. Друзья, сегодня я хочу поделиться с вами своим самым секретным секретом вкусных блюд. И поближе познакомить вас с моими новыми помощниками на кухне, великолепными ножами отличного качества от фирмы Самура. Вы только посмотрите, они режут как по маслу. Поэтому приготовление любых блюд с ножами Самура превращается в сплошное удовольствие. Если вы захотите прикоснуться к кулинарному волшебству и приобрести ножи Самура, я оставлю для вас ссылочку в описании под видео. Разогреваю сковороду с растительным маслом. Когда масло нагреется, отправляю туда лук. Лук нужно немного посолить и поперчить по вкусу. Перемешаем все и обжариваем лук в течение 5 минут. В начинку для чебуреков я хочу добавить один секретный ингредиент. И сегодня у меня это будут парочку шампиньонов. Грибы придадут просто незабываемый вкус всей начинки. И в этом случае кабачки действительно получаются вкуснее мяса. Нарежем грибы сначала ломтиками. А теперь вот так измельчим при помощи ножа. Посмотрите, как меленько мы с вами нарезали грибочки. Отлично! Это то, что нам нужно. Лучок уже обжарился. Отправляю грибы к луку. И обжариваю буквально 2-3 минутки. Этого будет достаточно. Друзья, я уже вам говорила, что начинка для чебуреков будет необыкновенной и очень вкусной. В начинку я хочу добавить картошку. Но не отварной картофель, как делают обычно многие хозяйки. А беру 2 сырых картофелины и натираю их на терочке. Картошка, приготовленная в таком виде, придаст еще больше нежности, сочности и вкуса начинке. Картошку мы натерли. Теперь нужно отжать из нее лишний сок. Отжимаю картофель. И отправляю к луку с жаренными грибочками. Обжариваю все вместе еще буквально парочку минут. А тем временем кабачки уже постояли, отдохнули и пустили много сока. Теперь нам также нужно отжать сок из кабачков. Готово! Отправляю кабачки к луку с картошкой. Все, мои дорогие, начинка для чебуреков уже практически готова. Осталось только все перемешать, посолить, поперчить по вкусу и тушить начинку в течение 5 или 7 минут до полной готовности кабачков. Кабачки, да и все остальные овощи тушатся очень быстро, поэтому много времени у вас на это не уйдет. И чтобы добавить еще больше вкуса и ярких красок в нашу начинку, нарежем небольшой пучок укропа. Вы можете вместо укропа взять петрушку или любую другую зелень, какую вы любите. Добавляю укроп к кабачкам и начинка полностью готова. Осталось, ну самая малость, налепить чебуреков. Ну где там наше тесто? Пока я готовила начинку, оно отдыхало в пакетике на кухонном столе. За это время клейковина в тесте прекрасно набухла, тесто стало мягким, эластичным, раскатывается просто идеально. Много лишней муки при раскатке можете не добавлять. Скатываю из теста вот такой жгут. Лишнюю муку стряхнем. И нарезаю тесто на кусочки размером примерно с куриное яйцо. Если вы хотите приготовить чебуреки большого размера, нарезайте на кусочки побольше. Если хотите небольшие чебуречки, нарезайте поменьше. Посмотрите, тесто такое мягенькое, очень нежное, эластичное. Беру каждый кусочек теста и подкатываю его вот в такой шарик. Посмотрите, наделали с вами вот таких шариков. Теперь их обязательно нужно прикрыть пищевой пленкой или пакетиком, для того, чтобы тесто не заветрилось. И еще одна маленькая изюминка этого рецепта. Этот рецепт действительно чудо, друзья, поэтому обязательно сохраните его, чтобы не потерять. Беру 100 грамм сыра и натираю на терочке. Рабочую поверхность слегка подпыливаю мукой, но вы можете не подпыливать, будете смотреть, уже в процессе ориентироваться, нужна мука или нет. Вот так прижимаю кусочек и раскатываю в тонкий пласт. Все готово. Тесто универсальное, оно прекрасно раскатывается, подходит не только для чебуреков и работать с ним одно удовольствие. Выкладываю на тесто примерно 2 или 3 столовых ложки начинки из кабачков. Сверху посыпаю сыром, будет очень вкусно. Закрываю начинку второй половинкой теста и хорошенько защипываю края. Пройдитесь, пожалуйста, несколько раз по краю чебурека для того, чтобы хорошо зафиксировать края, чтобы ничего не вытекало. Можно также пройти с вилочкой, тогда точно ничего и никуда не убежит, начинка останется внутри и будет очень сочной. А также вы получите вот такой красивый рисунок, узор на чебуреках. Я сделала 2 чебурека и сразу же ставлю разогреваться сковороду с растительным маслом, уже начинаем жарить чебуреки. Масло наливайте побольше. Чем больше масла, тем больше пупырышек получится на ваших чебуреках в процессе жарки. Выкладываю чебуреки в горячее масло и обжариваю до красивой, аппетитной, золотистой корочки. А пока чебуреки жарятся с одной стороны, я скорее начинаю лепить следующую партию, чтобы все быстренько пожарить и долго не ждать. Кладем на чебурек начинку из кабачков с грибами, с картошкой, посыпаем все сыром. Ммм, получится просто вкуснятина! Накрываю второй половинкой теста и хорошенько защипываю края чебурека. Прохожусь несколько раз по краю, чтобы начинка не вытекла и делаю рисунок узор при помощи вилочки. Вот так все быстро и просто, получается такая красота! И не забываем про то, что у нас чебуреки на плите. Переворачиваем. Вот такая красивая, румяная, золотистая корочка получается. У меня сковородочка чуть маловато оказалась для таких больших чебуреков, поэтому возьмите побольше сковородочку, чтобы масла было достаточно, чтобы чебуреки со всех сторон немножечко бурлили в масле. Тогда получится просто идеально! Прожарится и краешек чебурека, и серединка. Начинка у нас уже готова, поэтому нам нужно просто с двух сторон обжарить чебурек до золотистого цвета. Прожаривать ничего, протушивать не нужно. Внутри все уже будет готово к тому, чтобы дегустировать. Готовые чебуреки выкладываю на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла. Отправляю на сковородку вторую партию чебуреков. Масло горячее. Если видите, что масла недостаточно, можете немножечко подлить в процессе. Обжариваем с двух сторон и зовем всю семью к столу. Все уже готово, дорогие мои! Посмотрите, какая вкуснятина и необыкновенная красота из кабачков у нас получилась! Ммм, это лучше, чем чебуреки! Начинка из кабачков, картошки, с лучком, с грибочками, с сыром. Просто великолепие! Посмотрите, какая красота! Румяные, воздушные, очень-очень вкусные чебуреки! Уже не терпится скорее попробовать чебуречек. Давайте скорее разломим один и посмотрим на его богатый внутренний мир. Только послушайте, как звучит корочка! Это просто музыка! Это какие-то музыкальные чебуреки! Хрустящая пупырчатая корочка и много сочной начинки. Готовые чебуреки сразу подаем к столу, пока горяченькие, с пылу, с жару. Хотя такие чебуреки остаются очень вкусными и в холодном виде. Здесь, друзья, все на ваше усмотрение. Как вам больше нравится и как вы больше любите! Это блюдо из кабачков вас точно удивит! Готовится быстро, просто, а получается ну очень вкусно! Только посмотрите, какая красота! Любимые мои, спасибо, что провели сегодня это время вместе со мной! Я рада видеть каждого из вас! Поделитесь, пожалуйста, этим видео с вашими друзьями и подружками в соцсетях. Таким образом, вы сохраните его на своей страничке и уже никогда не потеряете, всегда сможете к нему вернуться и приготовить! Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и я буду ждать вас в моем новом вкусном рецепте! А с вами была Олеся, на канале Готовим Дома! Пока-пока и скоро увидимся! Приготовь, поделись, подпишись! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!